Вчера ситуация произошла, вот, собственно говоря. Обидно, наверное, Калмыкову, когда тебя выключают в равном бою, засвести с счет и бьешь два раза в крысу. Вы, слушай, в одну сторону, что-то там говорят. Ну, вы задолбали, что с ней говорят. Мухаммед Калмыков и Хамзат Курии встретились один на один на улице, и как-то устоило ожидать, между ними произошла драка. Со слов маэстро, это случилось перед конференцией в одном из заведений. Вчера ситуация произошла, вот, собственно говоря. Еще у меня, походу, в груди не трещина. Но в мире реально есть проблема, в Палестине терроризм конкретный происходит. И поэтому не хотел пока сейчас давать этому огласку. Но я обещаю, я это без ответа не оставлю. Всему свое время. Друзья, теперь расскажу вам немного про отважного парня Калмыкова. В общем, позавчера перед конференцией сидели мы в заведении, и заходит Калмыков, подходит к моему столу, жмет всем моим друзьям руку, протягивает руку мне. Я говорю, пойдем, выйдем на улицу, поговорим сначала. Выходим на улицу, я ему протягиваю руку со словами, ты мне руку протянул, без ответа не оставлю, и жму ему руку. По мнению же Калмыкова, их драка была неизбежна, но он предупредил, что их разговор еще не окончен. Сейчас будет много слов, я объясню вам суть. Хамзат Куриев – это нездоровый человек, интригант и олицетворение подлости. Он предложил мне пообщаться, видимо, забыв мою фамилию. Мы встретились, пообщались один на один. В драке Хамзат не вывез, а после хватался за телефон, а сейчас хватается за возможность не казаться избитым. Но там были люди и все видели. Уверен, позже кто-то сольет моменты нашего разговора, поэтому пишу все тут. «Хамзат, ты поправляйся, разговор нам еще предстоит», написал Киборг на своей странице. Эта конченая крыса сейчас оправдывается перед всеми и целается на то, что якобы драка была неизбежна. Только когда я планирую с человеком подраться, я не жму ему руки и не бью человека, у которого руки находятся в карманах. Странно, что при таком большом скоплении людей никто даже не попытался вмешаться, чтобы разнять драку. Согласно скринам Мухаммеда и некоторым источникам, Хамзат с травмами попал в больницу. Интересно получается, согласись тогда Куриев принять реванш с Каумыковым, возможно, этой драки не произошло. Да и событие было бы куда ожидаемым по нокауту страстей, нежели титульник против Нохчо. Но с одной стороны, я Хамзата понимаю. Несмотря на многочисленные слухи о том, что Куриев переходит в наше дело, сам боец уверил, что никуда уходить из хардкора не собирается. Хотя предпосылок для этого было полно. Братва моя, мне приятно то, что вы разделяете со мной мнение, то, что я себя считаю чемпионом весовой категории 84 килограмма, и то, что вы по-настоящему цените мой труд. Но я не собираюсь так легко сдаться и уйти с организации. Это некая история, как у Хабиба за Новайтом. И вот не признавали, но он добился. Вот так же я добьюсь сначала признания, а потом пойду дальше шуметь. Как вы считаете, кто прав в ситуации Калмыкова с Куриевым? И чью сторону вы поддерживаете? Люди, которые тут сидят, выслушав одну сторону, что-то там говорят, ну вы задолбали, честно говоря. Давайте сейчас выставят видео, я думаю, скоро это произойдет, в полное видео, да, что там произошло. Расскажем, какие поступки были со стороны товарища Хамзата после того, как нас разняли. И вы сильно удивитесь. После этого поговорим. После этого уже можно будет поговорить. Друзья, всех приветствую. У меня сейчас подготовка идет, я акцентирован на них, но дам комментарии. Драка была один на один, и от предшествия рисовала Куриева, для которого он не смог ответить. Его никто подло не бил, на улице он предложил выйти сам. После сказанного имя, я считаю, что любой мужчина сделал бы так же. У меня нет ни капли уважения к этому человеку, который убил кайфом свою психику, и ему давно нужна помощь, что человек. Кстати, во время драки он просил разнять на чеченском своих друзей, после чего и мешались люди. После хватался за телефон с угрозой, звонил кому-то, пока не уехал в больницу. Хорошо, хоть заявление не написал, да? Ну, думаю, и такие мусти были у него. Эй, крысеныш Сульяновский, ты что там базаришь? Ничего, тебе скоро придется отвечать за свое действие. Когда мы с тобой вышли разговаривать, когда ты зашел в кафешку, как кутек давал всем руку, жал всем руку за моим столом, протянул мне руку, я тебе сказал, пойдем выйти, поговорим. И после этого на улице, когда ты мне пожал руку, во время разговора ты меня ударил, ты за это ответишь. Я тебя накажу, я тебя отвечаю за свои слова. Крысеныш, просто благодари меня за то, что я попросил друзей не вмешиваться в эту драку. Я же не такая крыса конченная, как ты. Теперь ходи и оглядывайся, и надейся, чтобы твой бой состоялся. А твой беспредел, я отвечу тебе твоим беспределом. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММА. Субтитры сделал DimaTorzok